Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Выездная студия Первого медицинского сегодня находится на 18-й Ассамблее Здоровья Москвы. Периодически в эту студию будут заходить участники Ассамблеи и будут делиться с вами впечатлениями о ней, а также представлять важные темы для глобального здравоохранения и для российского здравоохранения, которые нашли отражение в программе этой Ассамблеи. И одной из таких тем, безусловно, является скрининг колоректального рака, вообще проблема колоректального рака и скрининг колоректального рака. Этой проблеме будут посвящены ближайшие 10-15 минут. У нас в гостях в нашей студии Линда Рабенек, директор комитета по скринингу колоректального рака Всемирной эндоскопической организации. Здравствуйте, Линда. И Сергей Владимирович Кашин, главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и формации Ярославской области, я бы сказала, один из самых активных наших эндоскопистов российских, кого я знаю во всяком случае. Первый вопрос, наверное, вам, Линда, о роли скрининга колоректального рака, об этой проблеме, роль скрининга для снижения заболеваемости и смертности в первую очередь. Во-первых, Всемирная эндоскопическая организация – это большая ассоциация, которая объединяет множество эндоскопических ассоциаций, работающих по всему миру. Мы не правительственная ассоциация, мы работаем по всему миру, и одна из наших задач – это обсуждать ряд проблем, связанных с внедрением скрининга на колоректальный рак. Мы работаем абсолютно во всех регионах Милера. Вы знаете, что колоректальный рак – это глобальная проблема здравоохранения во всем мире. К тому же мы отмечаем сейчас рост заболеваемости колоректальным раком в Российской Федерации, мы видим учащение новых случаев, также мы видим увеличение смертности от колоректального рака, мы это наблюдаем по всему миру, мы это видим в Российской Федерации. Именно поэтому этот вопрос нужно обсуждать, поскольку это большая проблема для России и для мира. Конечно же, это отличается от того, что мы видим в других странах – в США, в Канаде. Если вы знаете, в некоторых странах заболеваемость остается на неизменном уровне. В США, в Канаде, the rates are starting to fall, which is a good thing. Some other countries, the rates have peaked, but are not yet turning down. Like Korea, for example, has very high rate. Australia, very high rate, but they're not yet coming down. But in the US and Canada, they are coming down. On the other hand, as you say, in Russia, the rates are increasing. Both incidents and mortality are both going up. Конечно, есть ряд стран, в которых заболеваемость существенным образом снижается, а ряд стран, где уже внедряются программы скрининга, это заболеваемость достигла своего пика и застыла на этом месте. И, конечно, в отличие от этих стран, в России ситуация достаточно сложная. И мы видим, что оба показатели заболеваемости смертности растут в нашей стране. И это не может не тревожить. Поэтому вот сессии, которые организованы сегодня, они как раз посвящены тем проблемам и тем задачам, которые стоят перед здравоохранением нашей страны. Сергей Владимирович, к вам хочу обратиться по поводу роли колоноскопии в скрининге именно с той же целью снижения заболеваемости и эффективности лечения. Колоноскопия является одним из ведущих методов скрининга в таких странах, как, например, Соединенные Штаты Америки. Но во всех странах колоноскопия является важнейшим методом, влияющим на снижение заболеваемости и смертности, поскольку колоноскопия, которая проводится с целью скрининга, позволяет выявить не только опухоли на ранней стадии развития, но и предраковую патологию, такую как аденоматозные полипы, удаление которых приводит к снижению показателей заболеваемости и смертности через определенный период времени. Если говорить о роли колоноскопии в таких странах, как, например, Соединенные Штаты Америки, где колоноскопия является первым методом скрининга, то в группах высокого риска за последние десятилетия отмечается почти 50% снижение смертности от колоректального рака благодаря эффективному внедрению колоноскопии. Однако колоноскопия должна быть очень хорошо организована, поскольку высокие показатели и в нашей стране, и в других странах по пропущенным ракам и пропущенным полипам. Поэтому как раз в течение нескольких дней ассамблеи мы будем очень детально разбирать, как надо организовать современную колоноскопию для того, чтобы она была действительно эффективным методом скрининга и снижения заболеваемости и смертности. Не уходя далеко, не могу не спросить здесь про роль первичного звена. Все-таки человек попадает на колоноскопию не с улицы, наверное. Это будет обсуждаться тоже как организационный момент? Да, конечно. Сегодня большая часть нашего симпозиума посвящена как раз организационным вопросам, и руководители здравоохранения, которые отвечают за эти вопросы, будут детально разбирать, какова роль сегодня диспансеризации первичных методов обследования, таких как тест кала на скрытую кровь, и затем маршрутизация пациентов с выявленными предикторами колоректального рака. Вы знаете, я работаю в Канаде. В Канаде организована система вот так, программа скрининга отправляет письмо каждому человеку, который попадает в группу риска. Человек обращается к доктору первичного звена, затем, после осуждения ситуации с доктором, докторка отправила пациента на тест кала на скрытую кровь. Если тест дает положительные результаты, затем пациента направляют на колонскопию. Боль первичного звена, она очень важна во всех странах, потому что в большинстве стран первичным тестом для скрининга является все-таки тест кала на скрытую кровь. И комитеты, отвечающие за скрининг колоректального рака, рассылают информацию, и через первичное звено пациент имеет возможность получить тесты. Те пациенты, у которых эти тесты положительные, и выявлена скрытая кровь в кале, уже на первичном звене направляются на дальнейшее обследование на колонскопию. Винда отметила, что эти письма, уведомления отправляются людям в группе риска. Группа риска, она привязывается в генетическое? Нет, вы знаете, если мы говорим о скрининге, то скрининг – это обследование условно здорового населения, без симптомного. То есть фактически всем направляются? Фактически всем, кто старше определенного возраста, 50 лет. Линда, скажите, пожалуйста, есть ли у вас рекомендации, может быть, они уже сформировались или будут формироваться, для России, что можно сделать, чтобы уменьшить заболеваемость и смертность от колоректального рака в России? Вот ваш взгляд как международного эксперта? Линда, что бы нам и русские медицинам, как бы улучшить инциденты и моталитет от колоректного кандема? Потому что это один из главных проблем. Как вы улучшите институты, институты, что вы должны делать? Да. Скрининг. Скрининг, конечно же. Скрининг, конечно же. И, наверное, более прагматичный подход, это, естественно, назначать иммунохимический тест КАЛА, и уже те пациенты, которые получают положительные результаты, направляются на колоноскопию. Такой скрининг позволяет охватить максимальное количество населения. Как я понял, здесь очень важное взаимодействие между правительством, СМИ, ведущими экспертами, образовательными учреждениями, между докторами. Это очень важно. Да, конечно, вы знаете, информирование населения является очень важным. Это очень интересная и очень важная для нас рекомендация. Конечно, в первую очередь, организация программ скрининга, и здесь роль органов, которые организуют... Просветительский, Первый медицинский канал, например. Она очень важна. Второе, о чем мы говорим, это роль масс-медиа, которые должны просвещать в первую очередь пациентов и говорить им о симптомах тревоги, о том, что если появилась кровь в стуле, то это является важнейшим поводом для посещения врача и назначения определенного обследования. Ну и, конечно, роль образования и лидеров в медицинском сообществе, которые могли бы организовать правильно эти процессы и взаимодействия. Спасибо большое. Я благодарю вас, Линда. Я благодарю Сергея Владимировича. Я напомню, что у нас в студии была Линда Равенек, директор комитета по скринингу колоректального рака Всемирной эндоскопической организации. И Сергей Кашин, главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и формации Ярославской области. Удачной вам работы на ассамблее. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.